Всем привет мои дорогие подписчики готов привет на этом видео я уже сделал голосование предлагаю вам перейти с телеграм победы видео или же искать у меня так сказать предупреждаю там мы будем разбирать сначала там дома а потом уже поняла фанфики точнее брат основной и побочной там дома то есть какой будет фантом основной какой то не будет повторяться у меня на канале уже есть подобные вот сюжеты по типу клейха гвардси и римуру и рума мы уже должны это понимать то есть вот так вот ладно не будем Больше тянуть переходить в телеграму для голосования напоминаю вам а также не забывайте ставить лайки и подписываться а еще не забывайте оставлять свое мнение этого надо того чтобы я мог развиваться и вам было гораздо приятнее потом меня смотреть сейчас переходим к видео Римуру от первого лица Когда наши планы приведены в действие мы готовимся к отезду Ирума кажется одновременно взволнованным и опасающимся ухода но я думаю что это нормальная реакция Он мало что знает о темписте поэтому конечно поначалу будет немного нервничать Я просто надеюсь что мои люди не будут слишком шуметь когда я появлюсь из ниоткуда Я подумывал сказать им заранее и отложить поездку на следующую неделю или что-то в этом роде но передумал Если бы они знали что я возвращаюсь домой заранее то наверняка перестарались бы с каким-то праздником Я люблю наши фестивали но для кого-то столь беспокойного как Ирума большие толпы и безумие связанные с ними были бы ошеломляющими Я уверен что они все равно устроят какую-нибудь вечеринку но в меньшем масштабе что лучше Я также отправил Диабло впереди нас вместе с Салливаном чтобы он мог лично показать все своему другу Диабло также предупредил моих высших подчиненных о моем прибытии чтобы они могли подготовиться хотя бы немного раньше нас Однако есть одна маленькая загвоздка с которой мне нужно разобраться прежде чем мы уйдем Вильдора Он не хочет уходить по какой-то причине Я подозреваю что его нежелание исходит из того от чего он сбежал когда впервые попал сюда В то время я пришел к выводу что он вероятно разозлил одного из других истинных драконов и его нынешнее поведение теперь подтверждает эту идею Давай Вильдора Ты не можешь остаться Я кричу через дверь за которой он забаррикадировался Римуру пожалуйста Черт возьми Вильдор Просто выходи уже Я не хочу заставлять тебя это делать но я не могу оставить тебя здесь одного Тебе тоже нужно посетить лабиринт чтобы выполнить свою работу Я уверен что сейчас у этой штуки кончаются магикулы Энно Римуру Никаких но Если ты не пойдешь добровольно я упакую тебя как багаж и вместо этого потащу обратно Я не хочу туда возвращаться В конце концов я умру Он скулит О чем черт возьми ты говоришь Почему ты собираешься умереть Вильгринд злится на меня Что ты сделал Вильдор Строго спрашиваю я Почему ты думаешь что я что то сделал Потому что ты это сделал Иначе с чего бы ей злиться на тебя Я м я п разыграл масаюки неохотно признается он А брат Да он как то разыграл несколько наивного мальчика игрушку своей старшей сестры Когда дело доходит до масаюки она переходит на совершенно другой уровень чрезмерной защиты и кажется что Вильдор вывел ее из себя связавшись с ее мужчиной Масаюки по общему признанию легкая мишень когда дело доходит до подобных вещей даже сейчас спустя годы после того как он стал императором восточной империи Когда то я немного поддразнивал его но мне приходилось воздерживаться от этого с тех пор как его нашел Вильгринд Звездочка вздох звездочка просто извинись и я уверен что она по крайней мере будет немного снисходительна к тебе Просто радуйся что на этот раз ты разозлил ее а не велзарда точка Разве я не могу просто остаться здесь и почитать мангу Обещаю я не доставлю никаких проблем В этот момент меня серьезно раздражает его ерунда Если так пойдет и дальше мне придется лишить его привилегий на десерт и мангу Вы хотите чтобы я помог убедить вашего глупого старшего брата хозяин Конечно Сиэль Выруби себя Я немного сомневаюсь позволять ли Сиэлю взять на себя управление в этом случае но это облегчит мне задачу Вильдора боится Сиэля почти так же как и своих старших сестер так что вытащить ее наружу хороший способ переубедить его в некоторых случаях Ирумапов Римуру пошел за Вильдором который по-видимому заперся в ванной Я слышал как она кричала на него в течение нескольких минут так что я слежу за суматахой чтобы увидеть что именно занимает так много времени Мы с дедушкой уже готовы идти так что я хотел бы поскорее отправиться в путь Я прихожу как раз вовремя чтобы увидеть как глаза Римуру меняют цвет Похоже Сиэль на минуту берет на себя управление вероятно чтобы помочь Вильдоре выйти Внезапно что-то появляется в руке Сиэля это похоже на закрытый бумажный веер Хотя есть что-то тревожное в этом Кажется вокруг него зловещее свечение и я боюсь его по причинам которых не совсем понимаю Затем она наклоняется вперед так что ее лицо оказывается прямо напротив двери так близко что ее губы почти касаются ее Выходи сюда Вильдор Темпест или я применю наказание Я слышу ровный бесстрастный голос Сиэля холодно угрожающий ему Я слышу пронзительное иуп Выйти из-за двери услышав слова Сиэля Сиэль Вильдор кричит в ужасе Да Содействуй требованиям моего мастера и покажи себя Теперь она ритмично постукивает веером по ладони другой руки в угрожающей манере Отлично Дверь медленно открывается и неохотно выходит угрюмый Вильдор Но как только он замечает что в руке Сиэля он делает шаг назад чтобы избежать того что будет дальше Однако он недостаточно быстро Вильдора ударили странным оружием по макушке прежде чем он смог сбежать или по крайней мере я так думаю Это было слишком быстро для меня чтобы понять но судя по тому что Вильдор сейчас держит макушку обеими руками и морщится в сочетании с вытянутой рукой Сиэля держащего веер я могу собрать кусочки вместе Зачем это было? Я сделал то что ты сказал Ты потратил в пустую время моего мастера своим идиотизмом поэтому я выполнил необходимые последствия этого выбора заявляет Сиэль так же холодно как обычно Хотя я вижу на ее губах небольшую удовлетворенную ухмылку После того как Сиэль высказала свое мнение ее малиновые глаза снова стали золотыми Вильдор вздохнул с облегчением Зачем ты выпустил на меня этого дьявола садиста Римуру? Вильдор ворчит все еще потирая то место где его ударил Сиэль Если бы ты меня послушался мне бы не пришлось Римуру ругается Она просто должна была использовать эту ужасную штуку и на мне, моя голова все еще раскалывается от этого Ха-ха, да ладно, Вильдора Она не так сильно ударила тебя этим Как насчет того, чтобы я попытался урезонить Вильгринд за тебя, чтобы она не причиняла тебе слишком большой боли, раз уж ты уже получил какое-то наказание, хорошо Римуру посмеивается, ведя Вильдора по коридору за его руку, которую она держит Вильдор не выглядит взволнованным ситуацией, но все равно подчиняется Мне жаль, что его ударили, так как я могу сказать, что это было довольно больно, но в каком-то смысле он это сделал Итак, мы уже уходим Я спрашиваю Пока у вас все готово, у нас все готово Что это был за веер, который у тебя был минуту назад? А, это? Спрашивает она, показывая мне предмет Это просто бумажный веер, ничего особенного Веер больше не имеет того странного свечения, теперь он просто выглядит как любой другой бумажный веер, точно так, как только что объяснил Римуру Почему тогда это причинило боль Вильдоре? Разве он не такой сильный, как ты? Ну, Сиэль обернул мою магическую силу и применил к ней истощающий эффект Неприятно, когда тебя бьют, даже для истинных драконов Я не совсем понимаю, что Римуру имеет в виду под этим, но я не прошу дальнейших объяснений, так как нам нужно двигаться дальше Прежде чем мы уходим, Римуру принимает более молодой вид Она сказала, что обычно носит что-то меньшее, чем 14-летняя внешность, которую она берет здесь, чтобы соответствовать моему возрасту, так что я не слишком удивлен Мне нужно сказать вам кое-что Ожидайте, что люди будут, ГМ, как бы это выразиться Чрезмерно, когда дело доходит до их реакции на мое появление Сначала они могут вести себя немного ненормально, но я обещаю, что никто не причинит тебе вреда, даже если на нас нападет толпа Мои люди просто слишком взволнованы, когда я появляюсь после того, как меня не было какое-то время Я не совсем понимаю, что она имеет в виду, но я немного нервничаю, представляя, как на нас бежит большая толпа людей Кроме того, я знаю, что мы иногда подшучиваем друг над другом и дразним друг друга, но избегайте говорить мне или обо мне что-либо, что может быть истолковано как грубое или неуважительное Меня это устраивает, но некоторые из наиболее импульсивных людей среди моих подчиненных может расстроиться Достаточно трудно держать под контролем некоторые из их темпераментов, не раздражая их дополнительными вещами Хорошо, я буду осторожен в том, что говорю Я немного нервничаю из-за того, как ее люди будут относиться ко мне, основываясь на том, что сказал мне Римору, но я уверен, что со мной все будет в порядке Если они так заботятся о ней, они послушаются ее, если она скажет им остановиться Изучив несколько предупреждений и правил, мы спускаемся вниз, и Римору вызывает своего рода магические врата Вещь выглядит довольно страшно, но я не первый раз вижу это Когда Римору впервые посетил его, она использовала что-то подобное, чтобы уйти, прежде чем вернуться Сделав все приготовления, мы шагаем через портал Вспышка почти ослепляет нас, поэтому я рефлекторно закрываю глаза Когда я открываю их, мы уже не в дедушкином особняке Где мы? Мой кабинет Красиво, да Да, это хорошее место Тогда позвольте мне показать вам кое-что еще более приятное Посмотрите в это окно, отсюда открывается великолепный вид Я подхожу к окну и смотрю, как Римору отдергивает в сторону занавеску, прикрывающую его Вид потрясающий, с видом на процветающий и красивый город Вы можете увидеть большое количество людей, занимающихся своими делами, идущих по улице внизу Здания выглядят несколько современно, но не имеют того холодного, безжизненного вида, который имеет большая часть городской архитектуры на земле В облике города все еще есть теплота и дружелюбие, которые трудно объяснить словами Так это Tempest Ага, это моя страна Если быть точным, мы в ее столице Как называется столица? Римору колеблется, выглядя немного смущенным, отвечая на мой вопрос Хе-хе, как ни странно, это Римору или город Римору, как некоторые его называют Вы серьезно? Значит, название страны, это ваша фамилия, а столица, ваша фамилия Это не очень креативно Эй, название города было не моей идеей, поверь мне Кроме того, Tempest, это просто короткий способ сказать джур Tempest Federation, что является ее официальным названием Что означает, джура, в имени? Ну, это место находится прямо посреди великого леса джура, некогда опасной, дикой, кишащей монстрами области, которую большинство людей избегало когда-то, объясняет Римору, прежде чем ее лицо исказится А, кажется, нас заметили Обратил внимание Спрашиваю я, но прежде чем Римору успевает ответить, дверь распахивается Лорд Римору Женщина в обтягивающем деловом костюме плачет и бежит к Римору У нее фиолетовые волосы, собранные в хвост, и длинный черный рог, растущие изо лба Я так скучал по тебе, мой лорд Она плачет, крепко обнимая Римору Римору, кажется, пытается что-то сказать, но его лицо зарыто в груди этой женщины в объятиях Через мгновение, когда Римору сжимают, в комнату за ней входит другая женщина, но гораздо спокойнее, чем первая У нее розовые волосы и два белых рога Шион, ты не можешь вот так вламываться в кабинет лорда Римору Она ругает другую женщину, по-видимому, по имени Шион Энно, Шуна Он ушел, казалось, навсегда Я знаю, что ты скучал по нему так же сильно, как и я, так что ты должен понять Звездочка вздох Звездочка, конечно, я скучал по нему, но это не значит, что я буду вести себя неадекватно, как ты Она продолжает, прежде чем обратить свое внимание на меня Я очень сожалею о ее поведении Я Шуна, а это Шион, ты, должно быть, мальчик, с которым недавно проводил время лорд Римору Шуна говорит с вежливым поклоном Привет, Шуна, приятно познакомиться Меня зовут Ирума Судзуки Отвечаю я, пытаясь не обращать внимания на то, что Римору задушил и зажал до смерти рядом Римору крепкая, поэтому я знаю, что с ней все будет в порядке Привет, Ирума Шион радостно приветствует меня, все еще крепко обнимая Римору Рад встрече Я тоже рад познакомиться с тобой, Шион Римору наконец вырывается из рук Шион Привет, Шион, Шуна Приятно снова видеть вас двоих Говорит Римору Мне любопытно узнать об этих двух женщинах и о том, что они за монстры Они почти похожи на людей, главное отличие заключается в рогах, выходящих из их лбов Не хочу показаться грубым, но все же хочу знать ответ М, если вы не возражаете, я спрошу, какого типа? Застенчиво спрашиваю я и указываю пальцем на свой лоб, пытаясь передать то, о чем я пытаюсь спросить обеих женщин, надеясь, что они не обидятся на это Я слышу тихий смешок Римору, но стараюсь не обращать на него внимания А, как мило Ты пытаешься спросить, какой мы расы? Шуна хихикает, удивленная моим смущением Да-да Я заикаюсь Мы оба они Если быть точным, Шион, злой они, а я, справедливый они Это ответ на твой вопрос, Ирума Да, спасибо, мэм Так вежливо Неудивительно, что лорд Римору проникся к вам симпатией Похвала вызывает у меня приступ смущения, которое я изо всех сил стараюсь скрыть Затем, без всякого предупреждения, Шуна хватает руку Римору и обнимает ее У меня так много красивых нарядов, которые я сшила специально для вас, Милард Почему бы вам не пойти со мной вместе с вашим гостем? Спрашивает она, хлопая ресницами в сторону Римору и улыбаясь Какие наряды? Нерешительно спрашивает Римору, нервно сглатывая Вы просто должны пойти со мной и посмотреть, лорд Римору Шуна бодро отвечает, но Римору это, похоже, не успокаивает Шион, теперь выглядящий раздраженной Шуной, хватает Римору за другую руку и снова пытается притянуть их к себе Теперь обе женщины обнимают одну из рук Римору и смотрят друг на друга Кажется, у них происходит какое-то соперничество Нет, Шуна, он должен пойти со мной Я придумал несколько новых рецептов, которые, я уверен, лорд Римору с удовольствием испробует Говорит Шион, пытаясь оторвать Римору от Шуны Эээ, ты уже пробовала эти новые рецепты на ком-нибудь еще, Шион? Конечно, нет Они специально для вас, Милард Заявляет Шион Гри-е-е-е-е-е-е, говорит Римору с натянутой улыбкой Ну, я думаю, он предпочел бы примерить все платья, над которыми я так усердно работала после его отъезда Говорит Шуна, дергая Римору за другую руку, чтобы увести его от Шион Нет, я уверен, что лорд Римору предпочел бы попробовать особый торт, который я для него приготовила Настаивает Шион, снова дергая Римору за руку Я беспомощно наблюдаю, как две женщины спорят и дерутся из-за Римору За этим следует игра в перетягивании каната между двумя женщинами, где слегка раздраженный Римору и их руки являются веревкой Римору просто позволяет им сделать это в течение минуты, выглядя несколько сытым по горло ситуацией, прежде чем, наконец, остановить эту игру Не могли бы вы двое перестать драться из-за меня? Спрашивает она на удивление спокойно, полегче с двумя женщинами Римору, должно быть, очень заботиться о них, чтобы быть таким терпеливым в этой ситуации Извините, Милорд Говорят оба, прежде чем одновременно отпустить Я обещаю, что сделаю обе эти вещи, только, пожалуйста, позвольте мне сначала показать Ируми все вокруг, говорит Римору, мило улыбаясь им обоим и разглаживая свою одежду, так как она стала взлохмоченной в результате драки Вам нужна моя помощь с этим, лорд Римору Спрашивает Шуна, выглядя слегка взволнованным Вообще-то, Шуна, у меня для тебя кое-что другое, ты не мог бы подготовить пару гостевых комнат Со мной двое, один сейчас с Диабло, так что сегодня им нужно где-то переночевать Римору говорит Шуне А, и вы все знаете, что я встречусь с ними позже сегодня за ужином или чем-то еще, я хочу сначала показать Ируми город Я позабочусь об этом для вас, мой лорд Спасибо, Шуна Ты всегда такой надежный Шуна слегка краснеет от слов Римору, отчего ее щеки становятся такими же, как волосы и глаза Поскольку вы проводите большую экскурсию для этого мальчика, как ваш секретарь Шеон начинает спрашивать Ты хочешь нести меня, пока я покажу ему темпест, не так ли, Шеон? Спрашивает Римору с понимающей улыбкой Шеон сияет и с энтузиазмом кивает Затем Римору, тает, в своей форме слизи, прежде чем Шеон взволнованно поднимает его с пола Леди выглядит очень счастливой, что по какой-то причине держит Римору на руках Я не совсем понимаю, почему она так взволнована такой простой вещью Мы выходим из офиса, проходя по пути через несколько больших коридоров Мы определенно находимся в каком-то правительственном здании, что имеет смысл Здесь главный Римору, так что, конечно же, ее офис должен быть где-то важным Выйдя, мы выходим на шумную улицу, которую я видел из окна кабинета Римору Шеон все еще несет Римору, напивая себе под нос и выглядя счастливой, как пирог Как будто она думает, что это ее цель в жизни или что-то в этом роде, с каким энтузиазмом она показывает Так ты секретарь Римору? Спрашиваю я, пытаясь начать разговор Первый секретарь и телохранитель Гордо говорит она с самодовольным выражением лица Тебе действительно нужен телохранитель, Римору Ты суперсильный Ну, это не то, что мне обязательно нужно, но всегда приятно, когда кто-то прикрывает твою спину, верно? Да, я думаю, я понял, откуда вы, отвечаю я Было очень приятно, когда Римору присматривал за моей спиной Кроме того, это делает Шеон счастливой, верно, Шеон? Спрашивает Римору, глядя на женщину снизу вверх Трудно сказать, когда она находится в этой форме, но я видел, как ее круглое тело двигалось, словно глядя вверх на лицо Шеон Да, лорд Римору Быть твоим телохранителем и служить тебе, цель моей жизни Говорит Шеон, сжимая слизистое тело Римору в объятиях и троится аневощикой Меня немного смущает то, насколько яростно она, служит, Римору, но я думаю, именно это имел в виду Римору, когда описал своих людей как, одержимых, ею и, чрезмерных, в своих реакциях Несмотря на то, что на улице людно, все уступают нам дорогу Все взгляды устремлены на нас, что, мягко говоря, нервирует Я могу сказать, что многим из них любопытно, кто я такой, что имеет смысл, учитывая, что я случайно прогуливаюсь с лидером этой страны и их телохранителем Люди, кажется, очень взволнованы, увидев, что Римору тоже кричит и машет рукой, сходит с ума только при виде маленькой слизи Тем не менее, она совсем не выглядит обеспокоенной этим, просто машет в ответ, усиком слизи Это довольно забавно, когда смотришь на эту ситуацию, не зная, кто и что такое Римору на самом деле Римору чрезвычайно могущественен и является основателем и лидером этого места, так что вполне логично, что люди здесь любят ее Итак, Римору, ты что, все время так ведешь себя? Иногда Кажется, моим людям нравится нести меня, и я не возражаю против того, чтобы не идти пешком Итак, снова проявляется ленивая сторона Римору Впрочем, мне лучше промолчать, когда рядом Шион Римору предупредил меня, чтобы я не говорил ничего грубого, даже если это просто шутка Я имею в виду, посмотрите на это массивное оружие, которое Шион носит с собой, она должна быть безумно сильной, верно? Я бы не хотел ее злить Куда вы хотите отправиться в первую очередь, мой лорд? Спрашивает Шион, широко улыбаясь Но прежде чем Римору успевает ответить, Шион останавливается как выкопаная, и они оба, кажется, встревожены тем, что впереди что-то происходит Решетка как это раздражает, решетка бормочет Римору Что случилось? Спрашиваю я, все еще не понимая, что происходит Похоже, у нас впереди возмутитель спокойствия Иногда они заходят в мою страну, думая, что они крутые говнюки и вызывают большой переполох Говорит Римору, указывая вперед Как только угроза видно, Римору продолжает Оставайся здесь, Ирума Я не хочу подвергать тебя опасности Даже если этот чувак слабее меня, он, вероятно, сможет уничтожить тебя одним ударом Нарушитель спокойствия, странный, он выглядит как смесь человека и нескольких видов животных Ах, значит, повелитель демонов наконец-то вернулся Я ждал встречи с тобой в бою Кричит он скрипучим голосом Этого не будет, раздраженно отвечает Римору Лорд Римору, вы хотите, чтобы я позаботился об этом вредителе для вас? Взволнованно спрашивает Шион Давай, но дай мне одну минуту, чтобы я сначала попытался урезонить его Ничего не делай, пока я не сообщу тебе об этом, говорит Римору Шион, прежде чем обратиться к существу Если ты сейчас остановишься, ты сможешь уйти, не поранившись Я слышал, что ты мягок, но ты даже мягче, чем я ожидал, жалкое извинение из-за повелителя демонов Теперь Шион выглядит сердитой, с той улыбкой, которую раньше нигде не было видно Она стеснула зубы, ожидая сигнала Римору Я могу сказать, что она сдерживается, возможно, только потому, что Римору сказал ей подождать Еще один шанс извиниться и уйти мирно, говорит Римору, прежде чем выскользнуть из рук Шион и принять человеческий облик, прежде чем упасть на землю Римору сейчас в полный рост, выглядит как взрослая, одетая во что-то, в чем я ее раньше не видел Он элегантный и царственный, только так его можно описать Длинные рукава и брюки, в основном черные, с белыми деталями, такими как полоса посередине рубашки Также есть золотые акценты, а также длинная струящаяся белая накидка На этот раз воздух, который она испускает, не мрачный, злой или злой, но определенно пугающий Выражение лица Римору безмятежно, что я не часто вижу у нее Учитывая, насколько тупицей и шутницей может быть Римору, странно видеть, как она действует с такой зрелостью Может, она притворяется Она ведет себя серьезно, я знаю, по крайней мере, это Никогда Плачет он, стреляя в Римору какой-то магией, которую она легко поглощает одной рукой Теперь Шион злится на парня из-за мрачного выражения лица Римору вздыхает, прежде чем слегка кивнуть Шион, и женщина они начинает приближаться к существу, хватаясь за рукоять своего огромного меча А, так ты напуганный маленький слезняк, который прячется за спиной своих подчиненных Существо насмехается Вовсе нет, я просто не трачу время на мусор, как ты, холодно говорит Римору Не забудь оставить немного для ультимы, Шион Не убивай его Говорит Римору, вероятно, пытаясь удержать Шион под контролем Кажется, она немного вспыльчива Оставить часть чего? Борьба Кто вообще этот ультима? Без предупреждения Шион, кажется, исчезает в тумане, когда она бросается вперед и атакует нарушителя спокойствия Затем следует шквал ударов, настолько быстрых, что нет времени понять, что только что произошло В одну секунду она идет к угрозе, а в следующую Шион прижимает парня к земле, избитого и окровавленного Шион выглядит довольной собой, удерживая его одной ногой, стоящей у него на голове Когда она гордо стоит, к ней подходит человек Девушка, не выглядящая старше меня, с лиловыми волосами, собранными в хвост, одетая во что-то похожее на военную форму Шион, увидев ее, убирает ногу и возвращается к Римору Попытка нападения на повелителя демонов, безрассудная угроза мирным жителям, многочисленные обвинения, несанкционированное использование наступательной магии в пределах города Я слышу, как она перечисляет то, что кажется кучей юридических терминов для преступлений, пока надевает наручники на преступника Когда угроза нейтрализована, Римору начинает идти вперед, жестом приглашая меня следовать за ним Со всеми этими обвинениями, похоже, я повеселюсь с тобой, зловеще говорит девушка со зловещей ухмылкой на лице, приседая рядом с нападавшим без сознания Привет, Ультима, окликает Римору Глаза девушки загораются, когда она слышит это, и она быстро встает А, лорд Римору Говорит она, поворачиваясь лицом к Римору, заложив руки за спину и улыбаясь Мне очень жаль, что я не был здесь раньше Римору прерывает ее, протягивая руку, чтобы остановить ее Все в порядке, Ультима У нас с Шион все было под контролем Просто позаботься об этом парне и убери его с середины улицы, хорошо? Об этом уже позаботились, лорд Римору Она говорит, когда двое менее похожих на людей людей, казалось бы, появляются из ниоткуда и начинают уносить нападавшего в наручниках А, кто это? Спрашивает она, теперь глядя на меня Это Ирума, он мой друг Ирума Что ж, приятно познакомиться Меня зовут Ультима, и я главный прокурор Темпеста Говорит она, прежде чем вопросительно взглянуть на меня Он человек Спрашивает она, склонив голову на бок Римору кивает Чтобы дружить с лордом Римору, ты должен быть особенным Говорит она, мило улыбаясь С-спасибо, говорю я, не зная, что ответить Хорошо, Ультима, дай мальчику немного места Усмехается Римору, заметив, как мне неудобно Тебе следует вернуться к тому, что ты делал Ультима кивает и клоняется перед уходом Клянусь, такое случается нечасто, Ирума Вероятно, это связано с тем, что я какое-то время отсутствовал Извини, что поставил тебя в такую напряженную ситуацию Говорит Римору, прежде чем вернуться в форму слизи и запрыгнуть обратно в объятия Шион Как насчет того, чтобы пойти перекусить? Да, после всего этого я проголодался, говорю я Значит ли это, что вы хотите попробовать мой новый рецепт торта прямо сейчас, лорд Римору? Спрашивает Шион, ее глаза блестят от волнения У-у-у-у-у, оставим это на потом, ладно Римору отвечает Да, лорд Римору, отвечает Шион, выглядя подавленным Интересно, почему Римору так не решается съесть приготовленное Шион? Это не может быть так плохо, не так ли?